Заметки Электрика 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 Если вдруг возникнет какая-нибудь неисправность, то натяжной потолок можно всегда снять, провести необходимые работы и установить обратно. Но только порой неисправность можно найти и обнаружить не сразу, или она закралась ни в одном помещении. Тогда придется снимать потолки во всей квартире. А у нас, например, в небольшом городе снятие потолка в одном помещении стоит около 1000 рублей. Вот и посчитайте. Снять и установить натяжной потолок, например, в трех комнатах, в трех помещениях, выйдет уже порядка 6000 рублей. Не дешевого удовольствия. Поэтому есть второй вариант. Он немного лучше, но его обычно применяют в том случае, если потолок выполнен тоже из гипсокартона. Заключается данный способ в том, что на потолке делают специальные ревизионные люки, через которые открывается доступ к распределительным коробкам. Люк обычно размещают где-нибудь в углу комнаты. И естественно, что все распределительные коробки данного помещения также должны быть установлены на месте размещения этого самого люка. В принципе, данный вариант можно применить и для натяжных потолков. Но вот только как реализовать такой люк в натяжном потолке? Ответ на такой вопрос мне даже не дали соответствующие специалисты по натяжным потолкам. Вот поэтому мне в свое время и пришлось контроллер и блок питания для светодиодной РГБ ленты устанавливать в углу за натяжным потолком. Ну и третий вариант это монтаж электропроводки без распределительных коробок. Вот об этом сегодня и поговорим более подробнее. Начнем с того, что электропроводка без распределительных коробок безусловно имеет свои преимущества. Первое. Это отсутствие лишних соединений жил проводов. Логика здесь проста. Чем меньше различного рода соединений, тем надежнее сеть. Некачественно выполненные соединения жил проводов в дополнение к неправильно выбранным номиналам аппаратов защиты может привести к плохому контакту, нагреву и в конечном итоге к обрыву цепи или короткому замыканию. Второе преимущество это свободный доступ и ремонтопригодность. То есть беспрепятственный доступ к месту соединения проводов снимается механизм розетки или выключателя и доступ открыт. Ну и третье. Это удешевление стоимости монтажа. С применением данного способа безусловно идет удешевление стоимости электромонтажных работ. Так как количество устанавливаемых точек и количество расключаемых жил становится гораздо меньше. А к недостаткам монтажа электропроводки без распределительных коробок можно отнести лишь некоторый перерасход кабеля при монтаже. Разобрав все преимущества и недостатки данного способа, перейдем непосредственно к схемам подключения выключателей. Надеюсь, что вы уже знакомы со стандартной схемой подключения одноклавишного выключателя. Но, тем не менее, приведу ее здесь. В моем же примере электропроводка в квартире выполнена без распределительных коробок. Поэтому питающий кабель, в данном случае ВВГ-НГ 3х1,5 с квартирного щита, заходит прямо в подрозетник одноклавишного выключателя. Вот он, этот самый кабель. Это, кстати, выключатель освещения той самой ванной комнаты, про схему электропроводки, которую я очень подробно рассказывал, не так давно вам рассказывал. Второй кабель в подрозетнике, вон он виднеется. Это отходящая линия на освещение ванной комнаты, которая также выполнена кабелем ВВГ-НГ 3х1,5. Напомню, что согласно цветовой маркировке жил, проводов и кабелей, белая жила у нас используется в качестве фазы, синяя 0 и желто-зеленые жилы, это защитные ПЕ-проводники. Теперь нам необходимо подключить выключатель. В качестве примера у меня используется сенсорный выключатель ВЛС-701Р с пультом управления от Ливола. Вот этот самый выключатель. Про него, кстати, я подробно рассказывал в отдельном своем видео. Ссылка будет, кому интересно, ссылка будет в описании под видео. Разницы в подключении данного выключателя по сравнению с другими одноклаймишными выключателями нет абсолютно никакой. Итак, вот у выключателя имеется два зажима, две клеммы. Одна клемма L-IN, вторая клемма L-LOAD. То есть L-IN это фаза приходящая. И L-LOAD, L1-LOAD это уже коммутирующая фаза на нагрузку. На клемму L-IN выключателя подключаем приходящую фазу с квартирного щита. А на клемму L-1-LOAD подключаем коммутирующую фазу отходящего кабеля на освещение. Нули и защитные проводники ПАЕ соединяем между собой, соответственно, там же подрозетники с помощью плоских клемм ВАГА. Больше всех мне нравятся клеммы 222 серии. Вот с такими открывающимися рычажками. Но они имеют относительно большие размеры. Поэтому для соединения жил в подрозетниках я пользуюсь клеммами серии 2273. Вот в таком прозрачном корпусе они имеют исполнение. Клеммы серии 2273 являются наиболее плоскими и компактными. По сравнению даже с другими сериями. Вот даже сравнить между собой серию 2273 на 4 зажима и серию 773 тоже на 4 зажима. Ну, разница налицо. Ну, вот у меня такой набор. В основном здесь плоские. В основном тут клеммники плоские серии 2273 на 4 зажима, на 3 зажима, на 2 зажима. Ну, кое-где попадается 773 серия. Ну, хотел бы здесь добавить, что клеммы вага я применяю только в слаботочных цепях при подключении светильников, датчиков, вентиляторов и тому подобное. В силовых же розеточных цепях я пользуюсь другими способами соединения проводов, например гильзами. Так, ну, теперь подключаем наш выключатель. Берем фазу с приходящего квартирного щита. Это кабель с квартирного щита. Подключаем на клемму L-IN. Берем фазу, то есть белый провод кабеля, уже отходящего на светильнике, и подключаем на клемму L-IN LOAD. Ну, вот выключатель я подключил. Теперь аккуратно уложим провода в подрозетники и уже непосредственно установим выключатель подрозетника. Кстати, применяемые подрозетники Hegel KU 1201, по-моему, имеют глубину 45 мм. Поэтому установить в данный подрозетник сенсорный выключатель L-VOLA, имеющий толщину 33 мм, и все соединяющие провода достаточно непросто, но можно. Обычные одноклавичные выключатели имеют гораздо меньшие габариты. Но, если у вас стена позволяет, то рекомендую все-таки использовать более углубленные подрозетники до 60 мм, или там, по-моему, даже 62 мм они есть. Так будет в любом случае более проще укладывать все провода. Как я уже говорил, выключатель достаточно габаритный, и поэтому клеммы пришлось уложить прямо плашмя вот так вот на дно. Здесь еще у меня второй кабель для вентилятора, я его здесь упрятал, поэтому не смотрите на такую эстетику. Это все равно будет потом переделываться. Ну и все, теперь нам осталось установить и закрепить выключатель. Выровнял с помощью своего уровня Stabilo Pocket Electric данный выключатель. И одеваем на него крышку. Готово. Можно проверить. Работает. Здесь все аналогично, только вместо одной группы освещения используются две. Таким образом, теперь у нас в подрозетнике не два кабеля, а три. Напомню, что один кабель это питающий кабель с квартирного щита. Вот он приходит. В данном случае все кабели используются в ВВГНГ 3х1,5. Это кабель первый с квартирного щита. Второй кабель на одну группу освещения. И третий кабель на вторую группу освещения или же вентилятор, как в моем примере. Здесь изначально и планировалось установить двухклавишный выключатель. Но из-за отсутствия вентилятора пока второй кабель я оставил в резерве, то есть не подключенный. Покажу на примере этого же выключателя Ливола. Только представим, что он у нас не односенсорный, а двухсенсорный. Исполнение у него точно такое же, только здесь добавляется еще второй контакт L2 Load. Он, кстати, здесь же и подписан, потому что просто отсутствует внутренняя схема и входной контакт. На общую клемму L-In нашего выключателя подключаем приходящую фазу с квартирного щита. Подключили. На клемму L1 Load, то есть первая нагрузка, подключаем коммутирующую фазу отходящего кабеля на освещение. Подключил. И на клемму L2 Load, то есть вторая нагрузка, подключаем коммутирующую фазу отходящего кабеля на вентилятор в данном случае. То есть вот эту белую жилу мы должны подключить вот сюда. Ну, у меня ее нет, то есть вот так вот получается. И теперь нам осталось подключить PE-проводник к лемме PE и нулевой проводник к лемме N. Сейчас зачищу немножко побольше. Так, и все. Подключаем. Шинка у нас нулевая готова. И PE-проводник тоже готов. Вот, в принципе, таким образом подключается двухклавичный выключатель. Хотел бы рассмотреть еще одну ситуацию. Если у вас вентилятор с таймером, то схема будет иметь немного другой вид. То есть вот у нас отходящий кабель на вентилятор. Он будет подключаться следующим образом. Фаза, вот эта белая жила, будет подключаться на общий вывод двухклавичного выключателя. То есть на вывод L-IN. То есть его нужно будет подключить вот сюда вот. Вот таким образом. Синяя жила у нас остается также подключена на нулевую клемму. А желто-зеленая жила будет подключаться на один из выходов выключателя. То есть в нашем случае L2 Load. То есть на нагрузку. Вот таким образом. Вентилятор имеет пластиковый корпус. Поэтому там заземлять-то и в принципе нечего. Поэтому желто-зеленая жила и будет использоваться как коммутирующая фаза для таймера. Здесь есть такой минус у этого выключателя. То, что используется одинарная клемма. То есть под один зажим, под один проводник. Здесь придется ставить дополнительную клемму. То есть фазную клемму. Покажу еще один случай. Когда в одном месте установлены двухклавишный и одноклавишный выключатели. И их нужно подключить без распределительной коробки. В этом случае в подрозетник выведено 4 кабеля. Питание у них общее. И взято с квартирного щита. Кабелем VWGNG 3х1,5. Вот этот кабель. Вот с этой стороны. Далее, одноклавишным выключателем планируется управлять освещением кухни. А двухклавишным выключателем освещением две группы освещения гостиной. То есть вот это два кабеля. То есть в первый подрозетник заведено 3 кабеля. В нижний подрозетник заведен отходящий кабель на кухню. Здесь все аналогично предыдущей схеме с двухклавишным выключателем. Только нам необходимо сделать перемычку между общей клеммой двухклавишного выключателя и общей клеммой одноклавишного выключателя. То есть нам необходимо на клемму L одноклавишного выключателя подать фазу. А коль фаза у нас приходит в первый подрозетник на двухклавишный выключатель клемма L, то и мы делаем вот эту перемычку проводом ПВ-1 сечением 1,5. И подключаем таким образом наш одноклавишный выключатель. Вот если проследить, вот эта перемычка идет, вот она на L и вот она пошла. Здесь вот, вот она и приходит на клемму L. Я уже чуть ранее говорил, что чаще всего на брендовых выключателях у каждого зажима имеется возможность для подключения двух проводников. То есть сюда приходит фаза с квартирного щита на клемму L, а с этого же зажима уходит фаза на одноклавишный выключатель. То есть очень удобно. Я использовал один зажим и подключил два проводника. Если в вашем выключателе нет возможности подключить сразу два проводника, то придется в данном подрозетнике устанавливать дополнительную фазную клемму, заняв тем самым еще больше места. Еще раз пробежимся. На клемму L двуклавишный выключатель приходит фаза с квартирного щита. Отсюда же берется перемычка на клемму L одноклавишный выключатель. Далее, с клеммы 1 двуклавишного выключателя подключается первая группа освещения, в данном случае гостиной. К клемме 2 подключается фаза второй группы освещения гостиной. Это у двуклавишного выключателя. Одноклавишный выключатель к клемме 1 подключается освещение кухни. Ну и все. Осталось подключить вместе все нули. Вот как в данном случае они у нас здесь уже подключены. То есть на плоскую четырехконтактную клемму общий ноль и три нагрузки, три кабеля. И сейчас я еще подключу такую же клемму, только ПЕ проводник. Нулевую клемму я вывел в нижний подрозетник, так как здесь много свободного места. А клемму ПЕ установлю в верхнем подрозетнике. Сейчас покажу, как клемма ПЕ вот туда подключил четыре вот этих проводника с каждого кабеля и ее утопил на дно подрозетника. И эту уже клемму нулевую я показывал тоже на дне подрозетника. Ну все, осталось сейчас установить выключатели и опробовать. Так, выключатели установил, проверяем. Одноклавичная работает, вторая клавиша у меня пока не подключена. Одеваем рамку. Рамка крепится на защелках у нас. Одной рукой неудобно. Нет, защелкнулась. Рамка у нас защелкнулась. Осталось надеть клавишу. Да, кстати, здесь не обращайте внимания, потому что по ошибке были приобретены не вертикальная рамка, вернее, приобретена не вертикальная рамка, а горизонтальная. Поэтому я временно перевернул выключатели на 90 градусов, чтобы отделочники могли обложить вокруг выключателя гипсовый камень. В дальнейшем, как только придет вертикальная рамка, я это все дело сниму, выключатели переверну соответствующим образом и уже установлю вертикальную рамку. Если вдруг по каким-то причинам у вас в один подрозетник не вмещаются все провода, клеммы, или вы не можете утопить механизмы, то можно установить рядом еще один подрозетник, в котором и производить все расключения данного блока. А в дальнейшем на него установить механизм в виде пластиковой заглушки. Только вот учтите, что заглушки имеются не у всех серий механизмов. Вот, например, у Глосса такой заглушки нет. То есть, по сути, это и получится как бы распределительная коробка, но в одном блоке подрозетников. Ну, как видите, ничего сложного в подключении выключателей без распределительных коробок нет. Таким образом, можно собирать и более сложные схемы, нежели представлены в данном видео. Вот, в скором времени я буду подключать проходные перекрестные выключатели в блоки с одноклавичными выключателями. Но об этом расскажу уже в следующий раз. Всем спасибо за внимание. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Дмитрий, автор сайта Заметки Электрика. До новых встреч. И в заключение хотел бы вам задать встречный вопрос. А как вы относитесь к монтажу электропроводки без распределительных коробок? Пишите свое мнение в комментариях под видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok